Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один. А мультик почему такой? Не нужно быть обезьянами. Видишь, какие они непослушные. Она не знает, что с ними делать. А вы люди, Господь воссоздал образы, подобию Божию. Нужно повиноваться родителям. Это заповедь. Если хочешь долго жить на земле. Вот оно и поет. Если хочешь долго жить на земле. И не успешным быть в своих делах. Уваживай своих родителей. Тогда Бог благословит тебя. Дети повинуйтесь родителям своим. Это очень нравится Богу. Дети повинуйтесь родителям своим. Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один. Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один. Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один. Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один. Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один, Ефесянам шесть один. Вот она Библия, первая книга в бытие. Нужно назвать послание к Ефесянам. Тут вот такие закладочки есть. Шестая глава, первый стих. Да. Тут Иакова, послание, соборный посланец, Иакова, 1 Иоанна, Коринфянам, Римлянам. Видишь сколько посланий посланий написал, посланий написал к Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам. Вот послание читайте, Ефесянам, находи шестую главу, вот смотри, видишь, Ефесянам 3, значит здесь это третья глава. Так, значит надо дальше. Да, да, вот видишь, шестая, Ефесянам. Это третий стих. Вот, третий стих, а надо дальше? Не, вы пятую смотри. Вот это пятая глава, значит вот шесть, и вот она шестая глава. Ну-ка, читай. Дети, повинуйтесь родителям, ой, дети, повинуйтесь своим родителям. Господи, ибо всего требует справедливость. Почитай отца своего и понимай, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе влага и будешь долголететь на земле. Вот, значит, что значит обетование, знаешь, первая заповедь с обетованием, что такое обетование? Это как жизнь или не чем-то на земле, например? Ну, слово обетование, что значит? Вот это вот, какое обетование? Да будет тебе благо и будешь долголететь на земле. То есть заповедь, почитай отца и мать. И обетование, обетование это значит обещание. А, обещание? Да, если ты будешь слушаться родителей, ты проживешь долго, будешь долголететь на земле. Вот Игнатий Тихонович слушался родителей, ему 80 лет, он еще как сочный и свежий, наверное. А если родителей слушаться не будете, все, доживете до 50, до пенсии не доживете. А если доживут, конечно. Господь такую заповедь обещал, это требует справедливости. То есть мама тебя рожала, воспитывала, кормила, муки испытывала. 9 месяцев тебя под сердцем носила и тяжело было. Это же справедливо, что ты будешь уважать и почитать, правильно? Она тебе жизнь дала и папа тоже. Поэтому нужно уважать, не спорить с ними, всегда их слушаться и они будут вам только блага. Тут написано в Господе. То есть повинутись своим родителям в Господе. А что значит в Господе? Чтобы их повеления были такие же, как и повеления Божии. Если они будут тебя пить, курить и чем попало заниматься, конечно, их слушаться в этом плане не нужно. А если они верующие, в церковь ходят и учат тебя уму разума, то ты обязан их слушаться. Это заповедь Божия с обетования, Бог обещал. Будьте долголетия на земле. Вот мой папа не курит. Вот. И мама. Отлично. У нас хорошие родители. Только деда курит. Деда курит. А другой деда не курит. Другой деда не курит. Ну вот, давайте следующую песню. Мне Бог дал столько много. Что же Он много нам дал? Вот похоже на девушку сидит. На Марию. Я славлю его. Я славлю его. Я славлю его. Я славлю его. Мне Бог дал радость. Я славлю его. Мне Бог дал радость. Я славлю его. Мне Бог дал радость. Я славлю его. Я славлю его. Я славлю его. Мне Бог дал радость. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok